Детский сад А росточек отличается от других детских садов Которых, в принципе, немало Но давайте про какие-нибудь особенности поговорим Наш детский сад существует уже 23 года И 23 года он существует как негосударственное образовательное учреждение И действительно он особенный Потому что это принцип большой семьи Принцип развития детей как большой семьи Поскольку дети у нас развиваются в одной группе Дети разного возраста находятся От трех до семи Для многих это очень большой вопрос Как можно занятия проводить с детьми Когда они разного возраста Ну вот 23 года мы так работаем Мы понимаем, что это замечательная система И как раз вот то, что сейчас Приняты федеральные государственные образовательные стандарты И все сейчас пытаются понять, как же работать по этим стандартам Оказывается, что все 20 лет мы работаем в том направлении В котором сейчас предлагают эти стандарты У нас уже написана своя образовательная программа на этот счет И мы видим результаты У нас очень хорошие результаты Мы видим, наблюдаем своих выпускников И самое главное, что в нашем детском саду О чем сейчас говорят многие Но не все еще очень понимают Но, в общем-то, это возможность дать ребенку играть Играть много Потому что только в игре ребенок развивается Развивается фантазия, творчество, воля, мышление И жалко, что сейчас очень многие родители И многие центры нацелены на развитие интеллекта детского Развивать детский интеллект нельзя до тех пор Пока у него не сформировано естественным образом мышление А мышление и все логические связи зарождаются только в игре Но все-таки вот разброс, да, 3 и 7 лет Это абсолютно разные дети То есть кто-то там ходит, ходить научился, да, и угукать только А кому-то уже читать и писать пора, собственно говоря Как вот вы с этим справляетесь? Так и получается очень хорошо У малышей есть большая возможность подражать старшим детям И они гораздо больше получают в общении со старшими детьми Чем они получили бы на занятия просто со взрослым человеком А у подготовительных, у старших детей есть определенные занятия Определенные дела, которые помогают им и читать, учиться, и писать И развиваться уже в большей степени, чем трехлетки А вот когда они общаются между собой, да, наверное Если бы я вот повела своего трехлетнего ребенка Я бы, наверное, беспокоилась о том Не будут ли его обижать старшие дети Да, ну, этот вопрос интересует всех Обижают чаще всего малыши старших У старших уже табу есть И уже осознанное отношение к малышам Это очень важная задача, которую можно решить в разновозрастной группе Привить ребенку старшего возраста Взять на себя ответственность за себя За младшего ребенка И свои эмоции подавить в какой-то ситуации Скорректировать свое поведение Поскольку он уже старший И он уже знает, что можно с младшим, что нельзя А малышам дозволено многое Хотя есть тоже определенные границы для малышей А вот вы говорите, одна группа, да А сколько человек в сумме воспитывается в детском саду? Ну, у нас обычно 25 детей Но сейчас немножко кризис Поэтому родители затруднены в средствах Поскольку все-таки основные финансовые вопросы Все наложены на плечи родителей, к сожалению И очень хочется все-таки верить в то, что проект правительства Российской Федерации О внесении изменений в оплату и внедрение сертификата денежного для родителей Все-таки вступит в силу И нашим родителям будет гораздо легче приводить своих детей в негосударственное образовательное учреждение Когда родители выбирают, куда повезти ребенка, в какой сад отдать Как вы считаете, какая мотивация у них должна быть, чтобы пойти ребенку именно в негосударственный детский сад? То есть они больше доверяют, если платят деньги, то вводят больше хорошего отношения к ребенку? Или как вы считаете? Ну это тоже имеет место Но все-таки я думаю, что есть родители, которые выбирают именно направление Понимают педагогический подход нашего детского сада и приходят именно за этим И прежде чем принять ребенка в детский сад, мы очень много разговариваем с родителями И объясняем наше направление, наш подход к ребенку Потому что если родители не разделяют взгляды педагогические коллектива нашего То ребенку очень сложно находиться в таких вот ножницах Поэтому в первую очередь у нас родители, это, конечно, наша надежда, опора, помощники И у нас вот единая семья, единое такое направление Вот, кстати, что касается коллектива Воспитатели, нянечки, да? Кто? А еще, вот расскажите, насколько как бы квалифицированные люди, да? И насколько можно доверить своего ребенка? Что тоже не маловажно У нас люди квалифицированные, да? Потому что мы очень долго, очень серьезно, ответственно относимся к подбору кадров Не каждый человек остается в нашем детском саду В первую очередь, конечно, это любовь к детям Даже не столько высшее образование, образование вообще В первую очередь умение общаться с детьми В первую очередь любовь к детям Умение им помочь, умение их пригреть, пожалеть Стать им мамой, бабушкой И только уже потом, конечно, профессионализм, образование Вот, но в нашем коллективе все с высшим образованием педагоги Вот, педагогов у нас очень много И у нас, получается, сотрудников в общей массе где-то 15 человек на 25 детей Включая медсестру, включая бухгалтер, ну, всех сотрудников Вот так И у нас очень интересные педагоги У нас очень интересные педагогические занятия Которых нет, пожалуй, ни в одном детском саду и в одном центре в городе У нас очень интересная программа по подготовке детей к школе У нас эксклюзивная программа музыкального воспитания Потому что в городе тоже по такой программе никто не работает И у нас музыкальный руководитель, который более 10 лет работает Она преподает в музыкальном колледже И в 2011, по-моему, году на конкурсе «Воспитатель года» она взяла второе место Если бы, может быть, и могла бы первое взять Но вот очень интересная система преподавания по орфовской системе Плюс еще, в общем-то, ее личные наработки Вот у нас очень многие дети в музыку уходят сейчас И учатся и при консерватории в школах дети При московской консерватории И так музыкально образованные дети Ну, не только, я хочу сказать, что не только Такого направления гуманитарного детишки выходят Поступают в различные и в технические вузы Просто вот эта система, наша педагогическая система Она дает ребенку развить свои способности, свои направления Выбрать то, что ребенку конкретно хочется На то, что он нацелен, что ему интересно в жизни А вот вы так говорите, да, про вузы Про какое-то там будущее этих детей То есть вы на самом деле общаетесь с своими выпускниками? Да, конечно, мы всех детей помним, всех знаем, кто в каких вузах учится Кто кем стал И у нас очень большой праздник в декабре 19 декабря у нас день рождения детского сада В который собираются все наши дети И это бывает человек 50-60 Ну, столько, сколько может вместить наш детский сад И сейчас даже многие дети, наши выпускники Приводят своих детей к нам в детский сад Так что они у нас уже внуки в нашем саду А вот еще такой у меня вопрос От трех до семи детей, да? Да Как-то ограничивается количество тех или иных? То есть есть такое, например, что вот На трехлетних уже нет места, да? На там шестилетних есть? Или это не принципиально? Ну, вообще, это хороший вопрос Конечно, гармонично, когда у каждого возраста Младший возраст и старший возраст их поровну Вот тогда это удобно, хорошо И так даже игра такая получается Пастушки-овечки Когда у каждого старшего есть ответственность за какого-то малыша Но не всегда так получается, не всегда складывается Но все равно мы находим выход из ситуации В детский садик существует уже 23 года Как вы сказали, да, за это время что-то меняется Может быть, вот что-то новое появляется, появилось Собирается появиться Да, у нас большие планы У нас всегда эти планы были И вот сейчас сложилась такая ситуация Что у нас есть возможность открыть маленький центр Для детишек до трех лет Ну, как мы их называем, мини-ясли Вот, у нас будет замечательный педагог там основной И вот мы надеемся, что все сложится И все получится И мы ждем вот этих малышей к нам в гости Сейчас уже есть заявление Идут родители, поскольку все-таки есть потребность В ясли, в детских садах Для детишек таких вот, для маленьких Ну что ж, спасибо вам, Ольга Юрьевна За воспитание наших детей Телезрителям напомню В гостях у меня была Ольга Валикжанина Валикжанина Заведующая Негосударственного детского сада Росточек Эта программа 7 минут Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова